МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное к этому часу. Новый Уренгой запускает субсидированные прямые рейсы в Махачкалу. Президент России поручил расширить программу социальной газификации. Чаще всего ругаются матом на работе жителей Владивостока, Нижневартовская и Новосибирска. А как обстоят дела с великим могучим у новоуренгойцев? А теперь подробнее. Новый Уренгой в лидерах среди ямальских городов по освещенности улиц. Об этом сообщила пресс-служба правительства округа. В общей сложности в газовой столице установили 292 опоры и разместили на них более 600 светоточек. Вышли из Сумрака центральная магистраль, проспект Губкина, а также улицы Молодежная, Надымская, Железнодорожная, Индустриальная и ряд других. В приоритете на освещение были также детские площадки и дворы. Работа по замене старых светильников на современные на Ямале продолжается. Они экономичны и дают качественное освещение. Все устанавливаемое оборудование отечественно и подходит для работы в условиях Крайнего Севера. В минусовые температуры на светильниках не формируются ледяной налет и сосульки. Red Wings запускает прямые субсидированные рейсы из Нового Уренгоя в Махачкалу. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Билеты уже в продаже. Направление станет доступным с 16 ноября каждую среду. Полеты будут выполняться на лайнерах «Сухой Суперджет-100» вместимостью 100 пассажиров. В Новом Уренгое в 2022 году открыли 9 новых детских площадок. Безопасное покрытие, горки, качели, спортивные тренажеры теперь радуют жителей на Сибирской 45, а также в микрорайонах Восточный, Мирный и других дворах. Кроме того, власти привели в порядок и отремонтировали 31 спортивно-игровую зону в разных частях города. Юные северяне за творческие достижения получат грант от губернатора Ямала 100 тысяч рублей на дальнейшее развитие своих талантов. В этом году отличились Дарья Божченко из Нового Уренгоя и еще четверо ямальцев. Все ребята, учащиеся и выпускники детских школ искусств, они стали победителями и призерами международных, всероссийских и окружных конкурсов в сфере культуры. Сервис по поиску работы «Суперджоп» выяснил, поддерживают ли ямальцы отмену новогодних мероприятий, как это уже сделали власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Оказалось, что каждый второй северянин, это 52%, поддерживает отмену зимних торжеств. Большинство из них женщины, а также люди старше 45 лет. А вот корпоративы 4 из 10 работодателей пока не планируют. Президент России поручил правительству расширить программу социальной газификации. Регионы должны обеспечить выдачу субсидий нуждающимся на покупку газового оборудования и внутреннюю разводку труб по участкам. Речь об этом зашла на пленарной сессии российской энергетической недели. Владимир Путин отметил, расходы на газификацию часто становятся для населения неподъемным временем. Речь о ветеранах, инвалидах, семьям с невысокими доходами, а также многодетных. Людям нужно помочь. Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидий нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Размер такой субсидии должен составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение. В регионах с низким уровнем доходов выдачу субсидий поддержат за счет федеральной казны, отметил президент. Еще одно предложение касается больниц. Мы уже договорились включить в программу социальной газификации школы, подвести к ним сети. Считаю правильным, если в ближайшее время правительство вместе с «Газпромом» примет аналогичные решения в отношении медицинских организаций, поликлиник, больниц, ФАПов. Таким образом, ключевые для территории социальные объекты, медицинские и образовательные, получат источник дешевой и экологически чистой энергии, что особенно важно для сельской местности. В целом же программу социальной газификации предложено продлить и после 2022 года. Отметим, на Ямале по инициативе нашего губернатора такая выплата уже предоставляется. С 1 января 2022 года она распространяется на 9 льготных категорий. Ее размер также составляет 100 тысяч рублей. Первые семьи деньгами уже воспользовались. Те домохозяйства индивидуальные, которые высказали желание участвовать в этой программе, к их границе, их земельного участка приходит газ. Но сегодня, как сказал президент, мы будем смотреть дополнительные меры поддержки, чтобы уже, если семья попадает в категории, которые требуют дополнительной поддержки от государства, чтобы выделялись дополнительные деньги на приобретение уже оборудования. Дмитрий Атпехов отметил, Ямал играет огромную роль в обеспечении энергобезопасности России и зарубежных стран. Ресурсы позволяют выполнять правительственные поручения. Первостепенная задача – сделать так, чтобы отрасль функционировала без сбоев. Мария Яновская, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. 64 новых случая заболевания коронавирусом выявили на Ямале за последние сутки. Погибших в округе нет. По стране же ковидом заразились около 15,5 тысяч человек. С каждым днем статистика идет на убыль. Две трети взрослых ямальцев постоянно или время от времени слышат нецензурную брань на рабочем месте. Такие данные публиковал портал «Суперджоп». Выяснилось, что 21% северян слышат неприличные выражения на работе постоянно, а 47% – время от времени. Чаще всего ненормативная лексика звучит во время совещаний и от начальства. Почти в 50% случаев. Редакция НУР-24 решила узнать, матерятся ли на работе новоуренгуйцы. У вас на работе ругаются матом? Нет, не ругаются. А сами ругаетесь матом? Иногда, когда приходится. Стараюсь не ругаться, держать себя в руках. Нет, у нас на работе матом не ругается. Ну, ругаются, конечно, но только вынужденные меры. А вы ругаетесь матом? Иногда. Я сам директор, сам ругаюсь. Я строитель, у нас в основном мужчины все в своем большинстве отслужили в армии, а там по-другому тоже никак. Можно ли вообще это искоренить, чтобы никто не ругался матом? Думаю, что нет. Ну, потому что менталитет такой у людей. Вообще можно, но иногда бывают ситуации, когда с помощью мата объясняется, доносится нужная информация. Невозможно это. А он с рождения уже все слышит. Поэтому вы искорените. Аналитики РБК выяснили, в каких городах матерятся чаще. Уши в трубочку сворачиваются у жителей Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута. Реже всего нецензурные слова употребляют в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Московской области. Ямальские зарплаты в тройке лидеров среди регионов России. Служба исследований Headhunter выяснила, что в округе работодатели платят на 40% больше, чем в среднем по стране. 77 тысяч против 55. Возглавляют рейтинг Магаданской области Чукотка. Здесь вознаграждение за работу в среднем по 79-80 тысяч рублей. Четвертой по списку идет Москва. Со средней зарплаты чуть больше 76 тысяч. На пятом месте Сахалинская область с доходами около 70 тысяч рублей. Резинность уровня зарплат зависит от особенностей экономики каждого конкретного региона. В частности, от степени развития производства, от того, какие конкретно отрасли являются ключевыми для данного региона. Ну и, конечно же, кроме этого, влияет то, какие конкретно предприятия ведут свою деятельность на территории региона. Как правило, чем более развитая экономика региона, тем и более высокий уровень заработных плат готовы предлагать работодателям. Кроме того, на денежное вознаграждение влияет и климат. На Крайнем Севере введены районные коэффициенты. Здесь же преобладает и вахтовая работа. Поэтому зарплата традиционно выше. По данным базы вакансий на ХХРУ за год общероссийские показатели средней зарплаты вырос почти на 3 тысячи рублей. Стали известны итоги благотворительной акции «Красная гвоздика». Волонтеры Победы собрали на Ямале более 1 миллиона 200 тысяч рублей. В целом же в этом году по стране собрали свыше 54 миллионов рублей. Деньги направят на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других конфликтов. Купят средства реабилитации, лекарства, оплатят операции. Акция проходила в седьмой раз. За это время помощь получили более 17 тысяч российских ветеранов. О том, кто именно нуждается в дорогостоящем лечении, волонтеры в регионах узнают самостоятельно. Затем информация передается в фонд «Память поколений». Для участия в акции нужно приобрести значок в виде красной гвоздики у волонтеров в маркетплейсах, на почте или в магазинах-партнерах. Зима может быть не только теплой, но и стильной и яркой. В новой коллекции «Охара» представлены пуховики для спортивной и динамичной зимы, а также комфортной городской жизни. Модели из качественных легких и дышащих тканей удобны в носке. Широкий размерный ряд от 42 до 64. В основе зимней коллекции «Охара» стильные дизайнерские решения в сочетании с современными материалами. Пуховики надежно защищают от непогоды. Есть модели с высоким воротом и глубоким капюшоном. А в качестве наполнителя используют натуральный пух и биопух. Для женщин элегантный и практичный пальто. Куртки с вместительными карманами и стильные пуховики прямого кроя. Силуэты с интересными элементами отделки подчеркнут образ. Для мужчин представлены удлиненные пуховики. Есть куртки в строгом стиле и для работы, и для активной зимы в ярком горчичном цвете. А также автомодели. Подростковая линейка пальто и парок повторяет стиль взрослой коллекции. В «Охара» вы найдете также большой выбор аксессуаров. Шапки, шарфы и перчатки под любой образ. Для удобства покупателей в магазинах действует беспроцентная рассрочка. Стильная верхняя одежда уже ждет вас в магазине «Охара» в торговом центре «Солнечный» на втором этаже. «Охар» в торговом центре «Солнечный» на втором этаже. «Охар» в торговом центре «Солнечный» на втором этаже.